Долгий будет рассказ, поэтому присядьте поудобнее, чтобы вы, так сказать, запаситесь, как называется, водичкой, платочками носовыми, потому что кто-то, может быть, и сморкаться начнёт со слёзками. А для кого-то это просто гормоны, которые ослепляют глаза, и человек вот как перед этим факелом бежит, его будет сжигать. С точки зрения энергии, когда к вашей Нахатачакре подтекает энергия снизу, то вот это чувство, которое вы испытываете, это когда лепестки шевелятся, и энергия вытекает. Но проблема в том, что сверху каналы сужаются. Чем больше чувств вы испытываете, тем тяжелее будет вам потом продвинуть вверх. В чувствах есть хорошее, если ваш уровень развития позволяет из врагов делать друзей. Я бы сказал, что любовь, наверное, проявление Господа Мары. Есть такой Бог, его зовут Мара, это повелитель всех страстей и желаний. И вот любовь — это его епархия. В сутре так и говорится. И тогда придёт охотник и сделает с ним всё, что пожелает. Чувство — это червячок на крючке, он привлекает. Но когда ты заглатываешь этот крючок, вот тогда начинается самое интересное. И Мара как раз через эти чувства влияет на сознание. Зачем делать медитацию на любовь? Если цель достойна, то инструменты и средства приложатся. Этот вопрос на самом деле не ко мне. Я не понимаю, какие люди ищут медитацию на любовь. То есть какая должна быть внутренняя пустота, что они не могут как-то решить этот вопрос иначе. То есть нужна именно медитация. Поэтому зачем вы задаете тем людям, которые в поисковых словах, в поисковиках забивают это словосочетание «медитация на любовь». И это пользуется большой популярностью. Ну в общем, извините, вопрос не ко мне. Я сам этого не понимаю, зачем они это ищут. То есть это как микроскоп, даже не то, что гвозди забивать. Это микроскопом забивать гвозди в дырявый забор. То есть смысла по определению не будет, потому что есть вероятность, вы получите то, от которого потом отказывать будете. Ну то есть бессмысленно. А если перефразировать мой вопрос, это уже предыдущий, видимо, вопрос был из прошлого эфира, то он будет выглядеть так. Как оставаться трезвым во взаимоотношениях? Благодарю за внимание. Как найти золотую середину, чтобы не впадать в крайности? Я бы так перефразировал. Потому как действительно во взаимоотношениях бывают волны. Сначала люди стремятся прыгнуть в чувства, а когда эти чувства их настигают, приходит обратная сторона, так сказать. Ревность, какие-то претензии. Ну претензии чаще всего у девушек по отношению к парням возникают. И какие-то склоки. Если вы оба занимаетесь практиками, если вы работаете со своей энергией, то у вас отношения будут более гармоничны. Это проверено много-много раз. Но для этого необходимо вам обоим прикладывать усилия. Если вы не смотрели предыдущий эфир, где я рассказывал, что поймите, отношения, если в них есть развитие, они никогда не будут простыми. Простые и сердечные отношения, они только у тех, кто или деградирует в данный момент, или ничего не делает для того, чтобы эволюционировать. Но это равносильно, что, знаете, у вас в кошельке есть деньги, которые вы накопили в прошлых жизнях, например? Да, с кошельком плохое сравнение, я другую стату приведу. То есть вот у вас, вам выдали какое-то количество энергии. Причём выдали ещё в прошлой жизни. В этой жизни вы имеете то, что заработали когда-то. И вот то, что вы имеете, вы сейчас просто вкладываете в любовь, в чувства. Но в этот самый момент вы ничего не делаете для того, чтобы в будущей жизни у вас всё было хорошо. И вот в этом на самом деле основная проблема. То есть если вы прожигаете жизнь, прожигаете вот ту энергию, которую накопили, так называемую тапасию, или тапас, энергия тапаса, то в следующей жизни у вас будет намного хуже, чем в этом. И вот для того, чтобы у вас отношения стабильны были из жизни в жизнь, и чтобы ваш партнёр для вас был как союзник, помощник, как друг, вам сейчас нужно прикладывать усилия. И вместе с партнёром развиваться, как это, на всём готовом находиться. Вот так всё замечательно. Долго замечательно не будет, рано или поздно кончится. Поэтому мой вам совет. Если хотите стабильности или золотой середины, вам обоим нужно заниматься саморазвитием и йогой. Благодарю. Друзья, кто к нам присоединился, всех ещё раз приветствуем. У нас тема сегодняшнего эфира — «Медитация на любовь». Ну или все вопросы касаемо чувственных взаимоотношений, любви. Можете задавать в комментариях, тоже будет время, и мы ответим на них. Андрей ответит на них. Можно ли плюшки в медитации использовать как уловку для привлечения к ней? Плюшки. Не знаю, что имеется в виду. Ну это, наверное, преподаватель йоги задаёт вопросы, чтобы он рекламировал среди своих занимающихся какие-то коврижки, которые они могут получить, и говорить, «Хочешь любовь — медитируй, получишь любовь». Но честно вам скажу, просто те люди, которые идут на любовь, они могут на определённом этапе для вас оказаться балластом, потому что кроме любви их ничего не интересует. Это, знаете, можно привести пример, как с хатха-йогой для похудения. Вот они пришли, позанимались, похудели и ушли. А проблема в том, что вы потратили много жизненной энергии на то, чтобы они похудели. Возможно, вам не до конца это будет понятно. Суть в чём? Если к вам приходит человек, его нужно первое время, первые несколько месяцев буквально расталкивать на то, чтобы он занимался, его двигать, двигать. То есть вы прикладываете усилия. Потом, когда вам уже не нужно толкать, когда он сам уже будет двигаться, они перестают заниматься. Вот точно так же с любовью. Если человек стремится к любви, то он, как сказать, вот как только он её получит, он всё забросит, и всё, бессмысленно. Лучше сразу говорить цели какие-то более адекватные, которые человеку принесут благо. Я бы так поступал. Наверное, на 70% это верное высказывание, что если вы медитируете для того, чтобы что-то получить, это бред. Почему? Да потому что с помощью медитации вы можете лучше разобраться со своим умом. А вот когда вы разберётесь с умом, тогда вы увидите цели, которые для вас действительно достойны. Не те сиюминутные какие-то цели, которые для вас кто-то сформировал. Не совсем, наверное, будет понятно. Друзья, дело в том, что если у вас есть какое-то желание, вот вы чувствуете, я хочу съесть там пятый пирожок, хотя четвёртый вы еле проживали, а вы пятый уже хотите, то есть вероятность, вами овладели чувства, которые вас используют. То есть получается, какое-то желание вами манипулирует, вам во вред, потому что пятый пирожок, ну, честно говоря, это будет нагрузка для вашего ЖКТ, и вам будет непросто. Точно так же часто бывает с любовью. Вот то желание, которое вас заставляет не спать, заставляет думать о прекрасном человеке, с которым вы столкнулись, на самом деле вас используют и разводят. Нет, потому что если бы вы знали последствия, к чему это приведёт чувство, вы бы как от огня от этого убежали. Мы когда с Настей готовились к эфиру, она прочитала цитату из Сутры, где про горящий факел перед человеком. Настя, прочитайте эту цитату, пожалуйста, очень любопытно. Да, у меня тут тетрадка, цитат из Сутр. Травяной факел. Небольшая цитата, послушайте, пожалуйста. Будда обращается к тем, кто приходит к нему за просветлением, освобождением от иллюзий. Домохозяин, представь, как если бы человек взял бы пылающий травяной факел и пошёл с ним против ветра. Как ты думаешь, домохозяин, если бы человек не отпустил этот пылающий травяной факел, он сжёг бы его кисть или его руку, или иную часть его тела, из-за чего он повстречал бы смерть или смертельные мучения. Да, почтенный. Точно так же, домохозяин, благородный ученик рассуждает так. Будда сравнивал чувственные удовольствия с травяным факелом. Они переносят много страданий и много отчаяния, а опасность в них заключённая и того больше. Увидев это в соответствии с действительностью правильной мудростью, он избегает невозмутимости, которая множественная, основанная на множественном, и развивает невозмутимость, которая объединённая, основанная на едином, где цепляние за материальные вещи мира всецело прекращаются, без остатка. Эта сутра, полный вариант, вы можете прочитать, называется «Паталия сутта к поталии». И там в этой сутре ещё много-много подобных примеров Будда как метафора использует, показывая, насколько опасно погружаться в чувственные переживания и стремиться к чувственным наслаждениям именно материальных аспектов. Я думаю, что для большинства современников это непонятно будет. Какой-то факел, человек идёт, почему он может сгореть. Знаете, есть такое понятие, как с солёной водой. Сколько ты солёную воду не пей, ты не напьёшься. Вот точно так же и с чувствами. Когда вы ответьте себе, попробуйте искренне, вам часто удавалось совладать с чувствами, которые вами овладевали. В большинстве случаев чувства становятся сильнее. И поэтому разумные люди пытаются найти определённую золотую середину. Мало кому удаётся, но те, кому это удаётся, они очень эффективно живут. Настя, давайте к следующему вопросу. Служение можно назвать любовью? Если служение по отношению к достойному человеку, который действительно несёт неприходящее, не к временным благам, то есть когда ты служишь тому, кто вкладывает свою жизненную энергию в вечные величины, в вечные процессы, тогда да. И из вечных таких причин я за свои 50 лет нашёл только одно — это несение знаний, которые помогают людям избавляться от омрачений. Ничего другого не имеет, вернее, всё другое, оно хоть в каком-то проценте имеет побочные эффекты. Это обязательно. Вы можете сказать, Андрей, но профессия врача или целителя какого-нибудь, неужели он накапливает какую-то карму? Вы даже не представляете, сколько они накапливают в карму и как это влияет потом на сознание. Я не хотел бы, конечно, эту тему развивать, но поверьте на слово, только несение знаний в рамках йоги имеет минимальные последствия для твоего будущего. Всё остальное, если человек даже пытается кому-то вернуть здоровье, это будет накладывать определённый отпечаток на его мировоззрение, хочет он этого или нет. Я много видел целителей, всяких врачей, которые страдали от своей головы. То есть, с одной стороны, кому-то лечили тела, а со своей головой чувственной или какой-то там вот они специфической, они ничего не могли уже поделать, они рабами чувств становились. И как следствие накапливали себе карму не самую хорошую. Вот самый яркий пример, вот я приводил в прошлый раз, у меня один знакомый был врач-хирург, у которого, как говорят, золотые руки, и к нему приезжали со всего мира лечиться. Потому что то, как он резал, и то, как зашивал, и то, как люди восстанавливались, это практически чудо было. Но он, как и многие хирурги от такой тяжёлой работы, он периодически пил алкоголь. Причём запои были такие, что во время вот этих вот запоев, которые он уходил там на неделю, например, он однажды чуть не сжёг коттеджный посёлок. Он реально бегал по посёлку и поджигал везде траву. Для чего, он потом не мог объяснить. То есть у него вот глюки такие были. То есть человек очень сильно страдал. И я знаю много других так называемых целителей, которые, с одной стороны, кому-то приносят благо, а с другой стороны, полностью погрязли в своих чувствах, ничего с ними не могут поделать, и чувства разрушают их жизнь, к сожалению. Или они эти свои чувства пытаются навязать другим, и в конечном итоге накапливают совершенно плохую карму. То есть целителям хорошо бы научиться совладать с энергией, понимать? Если ты не занимаешься йогой, если ты не совладел со своей собственной энергией, со своим умом, крайне аккуратно нужно относиться к целительству вообще. Вот у нас курс идёт по нутрициологии сейчас, но это не просто нутрициология. На курсе нутрициологии мы обязательно даём йогу. И мы не просто даём, мы нашим преподавателям даём восемь вариантов, как они могут заниматься хоть каждый день. Главное, чтобы они освоили йогу. Я буду на этом курсе специальные лекции читать, как обладеть медитацией, как обладеть хатха-йогой, как обладеть пранаямой. Почему? Да потому что если они не смогут обладеть йогой, а будут идти вот в это целительство так называемое, или давать консультации и рекомендации, к сожалению, большая статистика, что с их головой будет происходить, и какие страсти к ним будут приходить. Вынужден, к сожалению, повториться ещё раз. Поймите, пожалуйста, правильно. Болезни так называемые в текстах описываются, или у них термин такой — в вестнике богов. Болезнь приходит не просто так. Болезнь пришла к человеку для того, чтобы он задумался, как он живёт. И просто вылечить, изменить рацион питания, или съесть какую-то волшебную пилюлю на некоторое время, чтобы стало легче, ничем хорошим это не закончится ни для больного, но самое главное — для врача. Потому что по одной из версий, которую я слышал, очень жёсткая версия, но, к сожалению, коль мы за целителей заговорили, я произнесу. Если целитель не знает, почему, по какой карме к больному пришла болезнь, и он вмешивается в это, то болезнь оседает на этом целителе. И ничего он с этой кармой сам не сделает. Поэтому такая статистика, что от чего лечат, от того и умирают. Прилипает карма, к сожалению. Сами врачи об этом и знают все очень хорошо. Можно перейти к следующему вопросу, извините? Да, конечно. Тут интересный вопрос. А что такое любовь? Суть этого чувства, что это такое? В зависимости, на каком этапе развития или эволюции вы находитесь, вы это чувство или это переживание будете оценивать по-разному. Для кого-то это попытка закрыть ту пустоту внутри или ту боль, которая есть. То есть у человека по карме проявляется какая-то боль, и он с головой прыгает в новую любовь, думая, что это на некоторое время поможет. Это такой самый распространенный вариант. Для кого-то любовь — это как соединение или сотворчество. То есть они энергию вкладывают в какой-то общий проект. И таким образом они не просто чувства переживают, они делают так, чтобы от их чувства ещё кому-то и благо было, польза была. Крайне редко, но бывает. Если опять-таки цель достойная, которую они прикладывают, это хорошее вложение энергии, сотворчество. Я слышал такую версию, что кто-то говорит, вот без любви там никак нельзя. Для кого-то, возможно, если на таком уровне развития находишь, только через Нахата-чакру воспринимают. Но допустите, что выше Нахата-чакры есть другие чакры, где можно воспринимать всю ту же самую любовь, но в другом ракурсе совсем, где для тебя любовь — это как средство, как проявление уважения, сурадования. Но чувство, оно будет похоже. А для кого-то это просто гормоны, которые ослепляют глаза, и человек вот как перед этим факелом бежит, его будет сжигать. Вспомните, пожалуйста, из истории этой планеты, сколько из-за так называемой любви погибло миллиардов человек. Каждый век какие-то отношения приводят к катастрофам, где гибнут, гибнут, гибнут и гибнут. Сколько людей в тюрьмах сидят, когда у кого-то там возникает ревность. Как это? Ну да, из-за ревности же просто убивают друг друга. Ну это же бред какой-то. Это происходит сейчас. То есть представьте, была любимая, но чаще всего мужчины убивают своих девушек. У меня, кстати, у одной знакомой была такая драма. То есть у нас настолько как бы проблемы были у человека с головой. То есть представьте, какой силы должно быть чувство сначала любви, а потом ревности, что он готов был убить другого человека, лишь бы никому не досталось. Это же ненормально. То есть это не по-человечески даже. Но для кого-то любовь вот такие формы принимает. Поэтому ещё раз повторюсь, на этот вопрос, что такое любовь, в зависимости от уровня развития человека, будет разный совершенно ответ. Как желать, не желая? Желать любви или чего желать? Наверное, какой-то объект воздыханий. Ну раз у нас тематика любви. Ну а зачем желать, если ты не хочешь желать? Я логики не понимаю. Ну желать, чтобы последствий не было. Вот в чём логика. Ага. И рыбу съесть, и кости сдать. Есть. То есть как бы хочу всё иметь, и чтобы за это мне ещё ничего не было. Ну так не бывает. С точки зрения энергии, когда к вашей Нахатачакре подтекает энергия снизу, то вот это вот чувство, которое вы испытываете, это когда лепестки шевелятся, и энергия вытекает. Но проблема в том, что сверху каналы сужаются. Чем больше чувств вы испытываете, тем тяжелее будет вам потом продвинуть вверх. Как вы думаете, почему во многих школах таким важным фактором является брахмачарь на первых этапах? Очень важным. Потому что человек, который не смог по своим каналам поднять энергию, если он сидит на чакрах, то есть через чакры тратит, он никогда не сможет развиться. Невозможно. Поэтому мой вам добрый совет, постарайтесь не желать, если уж суждено вам будет с кем-то выстраивать взаимоотношения, человек сам перед вами проявится. С точки зрения преподавания йоги или преподавателя йоги, если вы нормальный преподаватель или преподавательница, то вам даже желать никого не придется. Вас будут желать, потому что ваша энергия будет притягивать других. И вам нужно будет здесь крайне аккуратно думать, кто вас желает и что от вас хочет. Потому что если будут желать ваше тело, ничем хорошим это не закончится. Это факт. А как же менять внутренний мир? Какие методы еще существуют, кроме практик пранаям и практик асан? Я бы так сказал. Его не то, что нужно менять. Вам, ваш внутренний мир, нужно привести к тому состоянию, которое у вас был в идеале в прошлых своих жизнях. Что это значит? Да, наверное, сложный вопрос. Не все это поймут, если с этой стороны зайти. Поэтому придется более подробно объяснить. Когда говорят, я занимаюсь йогой, чтобы стать лучше, это не совсем верная трактовка. Занимаются йогой, чтобы стать лучше версии самого себя или самой себя, если мы рассматриваем женский вариант. Предполагается, что в ваших прошлых воплощениях вы достигали определенного уровня развития. В этой жизни, когда вы родились, вы сами знаете, как вы жили, что вам приходилось делать, как вы эволюционировали, деградировали. И вот на определенном этапе вы встретились с йогой. Но даже если вы будете носиком дышать, читать умные книжки и, не знаю, ходить на сатсанги и, в общем, посещать випассаны, извне вы мало что с собой сделаете. Вы сможете принести, получить результат в том случае, если счистите себя или, как говорят в Индии, гуру с тебя счистит стружку кармы, и тогда откроется тот потенциал, который у тебя был внутри всегда. Да. Поэтому практики йоги, они не извне к вам притягивают какие-то переживания. Они вам помогают пойти внутрь себя и раскрыть свой потенциал. Поэтому, если ответить на вопрос, каким образом занимаетесь комплексно йогой, вот как, например, рекомендовал Патанджали. То есть яма, не яма, асана, пранаяма, пратихара, дхара, дхьяна, самадхи. То есть подойти к самадхи в конечном итоге. Но по пути, пока вы будете идти, вы даже до дхьяны, когда дойдете, у вас внутренний мир очень кардинально изменится. К сожалению, большинство останавливается на пути своего развития, дойдя до хатха-йоги. Вот хатха-йога и всё, больше ничего не понимают. Но хатха-йога — только маленький кирпичик. Поэтому занимайтесь комплексно, используйте мантры, используйте пранаямы, обязательно используйте чтение текстов тех или иных. Это всё позволит вам стать более целостной личностью. Но ещё раз повторюсь, имейте в виду, вы не из книжек или от гуру получите мудрость. Вот эти вот так называемые гуру, они напрямую говорят, до тех пор, пока учитель не счистил стружку кармы со своего адепта или последователя, ему знаний дать невозможно, просто невозможно, потому что там переполнено в чем угодно, только не сутью. И почитайте книги нормальных учителей, не те иллюзии, когда там вместе с учителем попили чай и, в общем, достигли просветления. Так не бывает. Учитель всегда — это такой, знаете, кнут. Почитайте, как Тилопа учил Наропу. Ну, не-не, Настя, лучше такое не советовать, мало кто поймёт. То есть это просто совсем крайне жёсткий вариант. Или там привести пример, как Марпа учил Миларепу. Ну, это крайность. Такое может себе позволить. Это правда. Но такое могут себе позволить только души с невероятно сильной кармической связью, которую они держат из жизни в жизнь, без прерываний. А если даже на несколько жизней они перестали встречаться, допустим, ученичок ушёл в страсти на некоторое время, то когда они встретят, вряд ли его будут тянуть. Его оставят там, где ему ещё хочется побулькать в страстях. То есть вот эти трудности, которые могут начаться в паре, во время взаимоотношений, если знать вот такие примеры, хотя они крайние, конечно, и крайне не рекомендовано сегодня таких примеров придерживаться, то можно понять то, что любые трудности и страдания — это процесс очищения, это может стать процессом очищения. И если его достойно йогически пережить, то наоборот потом будет более крепкие и спокойные взаимоотношения. Полностью верно сказали, я бы ещё добавил. На определённом этапе вам даже придётся учиться йоге сновидений, потому что вам со снами придётся разбираться. Сны будут такие, что вам придётся изучать йогу сновидений, потому что вы устанете сливать энергию на те глупости, которые вам там будут навязаны, или навязываться, или те страхи, которые вам там будут проявляться. Без йоги сновидений невозможно будет развитие. Следующий вопрос, Настя. Тут вот говорят, что о сердечке не заканчивается у нас тут, все жмут. Этот эфир полон любви. Доброго времени суток. Такой вопрос. А гуны Пракрити для всех существ общие? Благодарю. Нет, невозможно. Общие, потому что у всех разная карма, все перевопощаются с разным состоянием здоровья, с разными условиями, в которых они перевопощаются. Поэтому, что заработал в прошлом, то имеешь и в этой. Так, ну что, я перехожу тогда к вопросам нашим сегодняшнего эфира, друзья. Сейчас пролистаю. То есть в чувствах вообще ничего хорошего нет? Спрашивают. Нет, в чувствах есть хорошее, если ваш уровень развития позволяет из врагов делать друзей. Это могут позволить себе только люди, которые обладели и со своим умом с одной стороны, и с энергиями, которые через них протекают. Потому что, как таковое чувство, это энергия. Но нужно научиться из этой энергии извлекать суть и энергию. А вот это вот мало кто может себе позволить. Потому что, знаете, чувство — это, как вот я приводил пример, кролик и удав. Человек — это кролик. Удав — это тот, кто его хочет съесть. На таком уровне развития должен находиться человек, чтобы этого удава приручить. С этой точки зрения попробуйте почитать двухтомник «100 тысяч песен Милорепы». Он выложен в свободном доступе на сайте milorepa.ru. Забейте в поиске milorepa.ru. И там будет двухтомник, который недавно перевели. Там полные истории, потому что какое-то количество лет назад издавался двухтомник «100 тысяч песен Милорепы», но там не было некоторых, например, 30% не было песен Милорепы. А вот второй двухтомник, там полная версия с тех, которые вообще на тибетском языке сохранены до нашего времени. Переводили причем с тибетского. То есть максимально такая аутентичная версия. Хоть перевод и не самый идеальный. То есть я тоже как бы смотрю на этот перевод и понимаю, что его когда-нибудь нужно будет доделывать. Потому что переводчик решил в стихах, как сказать, на русском языке излагать стихи, которые были на тибетском. Ну и получилось, в общем, с тибетского на русском такие вот специфичные стихи. Когда-нибудь, возможно, опишем просто прямым текстом, о чем там говорится. Это, возможно, даже более понятно будет. Так вот, прочитайте «100 тысяч песен Милорепы». Милорепа был на таком уровне, который мог позволить разбираться с энергиями, на чем он и специализировался. Он именно выискивал страсти и из врагов делал друзей. Для преподавателя йоги я как раз на втором курсе обучения и стараюсь рассказывать, как из врагов делать друзей, как из негативной энергии делать позитивную энергию. Но для этого вы должны освоить не просто асаны и пранаямы, а вы должны подойти к медитации. Без медитации у вас ничего не получится. И медитация — это крайне важный аспект для познания самого себя. То есть получается, не только гуру счищает определенными своими действиями негативную карму с ученика, но ученик также в личной практике, претерпевая различные видения в своем внутреннем мире, точно так же приходит к очищению ума постепенно в медитации. Логично. А любовь — это проявление Господа? Видимо, о божественной любви речь. Смотря какого Господа. Я бы сказал, что любовь, наверное, проявление Господа Мары. Есть такой Бог, Его зовут Мара. Это повелитель всех страстей и желаний. И вот любовь — это Его епархия. На этом Он чаще всего и подлавливает своих жертв, а потом, знаете, заставляет их делать всё, что угодно. Я однажды в одном тексте прочитал удивительное сравнение, которое очень ярко показывает, как Мара разводит людей. Это Будда рассказывал в одной из сутр, он говорил, примерно, так. Желание — это как капкан, человек — это как лань. И представьте, есть перед вами лань, но не все представляют, что такое лань. Представьте, вот олень или лось, ну то есть какое-то копытное большое красивое животное, которое человек никогда не догодит своими ногами. То есть если любое животное побежит, человек не способен с такой скоростью бежать, невозможно. И тогда человек начинает использовать капканы. То есть это или какая-то стальная проволока, в которую шея попадает, это животное бедолага, или ногой попадает. И вот когда это животное попало в капкан, то в сутре так и говорится. И тогда придёт охотник и сделает с ним всё, что пожелает. Вот что он пожелает, то он с этим животным и сделает. И вот страсти и Мара, они работают точно так. Мара, когда вставляет через страсть в крючок, это знаете, как у Калдри Мпочи сравнение. Чувство — это червячок на крючке, он привлекает. Но когда ты заглатываешь этот крючок, вот тогда начинается самое интересное. И Мара как раз через эти чувства влияет на сознание. Вспомните, пожалуйста, сколько из-за чувств горе люди приносили другим. Чувство к одному, а горе другим. Они легко, легко это делают. Когда люди даже знают, знаете, так называемые измены, когда устраивают. То есть две стороны, которые устраивают измены, оба знают, что не совсем это корректно. Кто-то может пострадать, но ничего не могут поделать со своими чувствами. Идут туда и потом получают проблемы. Очень часто такое бывает, к сожалению. Настя, о чём-то вы задумались? Я задумалась о бодхисаттвах, но, думаю, это не тема сегодняшнего эфира. Вообще это не тема сегодняшнего разговора, потому что, да, бодхисаттвы к чувствам относятся совсем иначе, но на то они и бодхисаттвы, на то в Вималакирте и говорит Манжу Шри, «Давай не будем рассматривать деяния бодхисаттвы». Проблема даже не в том, насколько бодхисаттвы правы или верны в своих поступках. Проблема в том, тот ли человек осознаёт себя бодхисаттвой, его ли уровня хватит встать на этот путь бодхисаттвы и потом до конца испить ту чашу, которую он хочет получить. Очень часто на путь бодхисаттвы прыгают те, кто за спиной имеет какую-то защиту или энергетическую поддержку. И они очень легко возомляют себя бодхисаттвами, как он всё сильно может преобразовать и всё замечательно сделать. Только расхлёбывать другим потом приходится. Это часто я наблюдаю, к сожалению. На прошлом стриме Вы говорили, что будете проводить снова Анапанасати Пранаяму. Есть ли уже точные даты? Надеюсь, в ближайшие месяцы. У нас сейчас началось три курса в клубе ОМРУ. Курс преподавателей, курс для тех, кто хочет изучить аюрведу, и курс для тех, кто хочет разобраться в своём питании. Это курс нутрициологии. Поэтому сейчас большая нагрузка, довольно. Но как только мы начнём эти курсы, я более-менее освобожусь. Я планирую вернуться на регулярное преподавание на асану онлайн. Мы все будем рады Вам. А есть ли смысл взращивать чувство любви к Богу, к бесконечности, и стремиться его видеть во всех существах? На определённом этапе — да. Почему рекомендуют развивать любовь к Богу? Когда человек завис на нижних чакрах, вот три первые чакры — Муладхара, Сватхистана и Манипуры. То есть когда человек низменными вещами обычно мыслит и живёт, то тогда для него лекарство — это любовь к Богу. То есть он через анахата чакру пытается какие-то светлые, возвышенные чувства прочувствовать. Но имейте, пожалуйста, в виду, любое божество, на которое вы будете концентрироваться и, как вы говорите, любить, после своей смерти вы даёте до уровня этого божества, не более того. Кто-то скажет, Андрей, так это же прекрасно. Я знаю большие конфессии, которые стремятся на Вишну-Локу, например. Ребят, вы думаете, это предел? А кто вам такое сказал, что это предел, что больше ничего нет? А ведь на самом деле есть тексты, которые говорят, что это не то, что не предел. Это лишь лока, из которой вам потом придётся перевопощаться вниз всё равно. Не верите мне? Почитайте 16 тома Хабхараты, где говорится, когда грешника не могут отправить в ад, перед адом его отправляют на небеса, чтобы там с него всю, как сказать, благую карму сняли, Апсары или там те чувственные удовольствия, которые ему будут предоставлять там. И затем уже по прямому назначению его отправят. Я думаю, не все поняли. Ещё раз повторюсь. «Когда грешнику суждено попасть даже в ад, но если у него будет благая карма, его ад не сможет принять, потому что в аду нет условий комфортных. Если вот у него есть, допустим, карма, чтобы он в комфортных условиях были, ад его не примет, поэтому его отправляют на небеса по карме, снимают всю карму, а потом по полной программе. В текстах конкретно говорится, что, допустим, небожители определённых небес, там прям перечисляются, какие небеса, небожители их так и называют, у них переопощение в мир животных сразу, даже минуя человека. Поэтому, ребята, развивать любовь к Богу, ну, на определённом этапе да, это помощь, но мой вам добрый совет, потом попробуйте пойти дальше. Однажды я в текстах слышал даже такую версию, что если какое-то божество чувствует, что ты хочешь выйти за рамки его мира, ну, то есть, вот ты, допустим, концентрировался на каком-то божестве, какой-то локе, и если это божество почувствует, что ты хочешь пойти дальше в йоге, например, то это божество будет чинить тебе препятствия, чтобы ты не занимался йогой, чтобы ты к нему на локу пришёл. Кто-то опять-таки посмотрит и скажет, Андрей, так это же классно, там вообще пишут же такие прекрасные миры, так всё там замечательно. Ребят, это как в санаторий съездить, а после санатория есть вероятность, у вас послевкусие будет такое, что вам, мягко говоря, не понравится отрабатывать. Поэтому в йоге никогда не рекомендуется стремиться на то или иное небо, к тому или иному божеству. Это недальновидный поступок. В йоге как раз-таки рекомендуется выйти за рамки вообще всех миров. Ну, это такой, знаете, идеалистический путь. Но если пойти ещё дальше, то даже если ты выйдешь за рамки всех миров, на определённом этапе тебе всё равно эти гуны завлекут, и ты опять начнёшь переопощение. Поэтому выход есть. Но меня об этом не спрашивали. Поэтому давайте, Настя, дальше. Выход, он не для всех, мягко говоря. Ну вот, продолжение этого вопроса. Или это может быть ловушкой, ну, такое стремление к божественной любви? Ну, я думаю, вы как раз ответили на этот вопрос. Это именно ловушка. Да. А есть ли Бог? Ну, тоже, наверное, вы ответили, что и не один. Мы, по сути, есть Любовь, только не знаем об этом. Если присмотреться, Бодхисатова и есть Любовь. Если я хочу... Ну, я рад. Да, читайте, пожалуйста. Я понимаю, Любовь не как страсть. Мне кажется, это намного глубже. Не зависит от внешних обстоятельств. Вот как вы это можете прокомментировать. Ну, с одной стороны, замечательно. Если вы внутри уже целостная Личность, вы действительно можете испытывать в себе такое чувство. Но в сансаре, в которой мы с вами находимся, есть одна проблема. Когда вы будете такой целостной Душой, обязательно около вас проявятся те, кто захотят вас от этой целостности избавить до некоторой степени. Это или какой-то похотливый человек, который будет вас комплиментами одаривать изо всех сил и навязывать своё мнение, общество так называют, или предлагать вам какие-то прожекты, которые суперважные и так далее. Но на самом деле это всё будет только для того, чтобы лишить вас того пути или той целостности, которую вы достигли сейчас. Поэтому мой вам добрый совет, если вы чувствуете целостность, берите и преподавайте. Делитесь в зале знаниями йоги, например. То есть чтобы этой целостностью поделиться. Если вы будете делиться любовью, знаете, наверное, стоит эту тему поднять, потому что она для многих будет актуальна. Я постараюсь не называть имена сейчас, но у меня есть один знакомый. Я вам расскажу две истории, реальные истории, больших течений в йоге. Наблюдаю за обоими, ну, не первый десяток лет, я думаю, уже лет 20, наверное, за одним, и лет 15 за другим. Даже, наверное, больше. Лет больше, чем 25 лет даже. Долгий будет рассказ, поэтому присядьте поудобнее, чтобы вы, так сказать, запаситесь, как называется, водичкой, платочками носовыми, потому что кто-то, может быть, и сморкаться начнёт со слёзками. Есть у меня один хороший знакомый, который на определённом этапе стал для меня как учитель, потому что я многому у него научился. Не столь важно, что за имя, это действительно известный человек, и в своё время в пранаяме медитации он мне очень хорошо помог. Но если рассмотреть его жизнь, то я не знаю, как вы представляете, что такое Индия, что такое Ашрам, что такое Гуру, что такое ученики этого Гуру. Но представьте, что в 70-х годах один парень начал заниматься йогой, нашёл наставника, который там мистическим образом практически появился, ну вот как в книжках красивых пишут, всё так и происходило. И на определённом этапе он забросил всю свою деятельность, стал прям реально у своего учителя учиться, уходить в самадхи, жить в пещерах, ну такой вот аскет великий, и достиг большой реализации, то есть он действительно стал мастером. Примерно в 90-е годы, когда он стал более-менее востребованным, то он обратил внимание, что большинство европейцев или вообще западных людей, неважно, с какой страны они приезжают, они не способны вообще к йоге, которой его обучал его учитель. То есть его учитель обучал его одним методом, он с помощью этих методов достиг определённой реализации. Но когда этот человек, мой знакомый, попытался те же самые методы дать приезжим туристам или искателям йоги, то получилась абсурдная ситуация. Они не способны, у них мировоззрение настолько загружено балластами всякими, что выходило то, что он никак не ожидал. Это не только у моего знакомого. Почитайте книги Калу Римпочи, где вот, по-моему, как называется это? Пять томов, где, Настя, напомните, пожалуйста. Они все по-разному называются. Про буддизм. В общем, в какая-то форма, то есть книжки с ключевым словом буддизм и Калу Римпочи. Забейте в поиске, вы найдёте эти книги. И Калу Римпочи там рассказывает тоже очень любопытные вещи. Когда они приехали в 70-е годы ещё в Европу и начали массово строить центры для прохождения ретритов, то через некоторое время они с ужасом обнаружили, что европейцы, попадая в ретрит и переживая все те же самые методики, которые им давали, получали диаметрально противоположный результат, нежели тибетцы или индусы. Возник вопрос, почему? А потому что мировоззрение с детства подготовлено так, что страсти находятся на первом месте. Это основное отличие европейца от наших индийских партнёров, как можно так корректно сказать. Так вот. И на определённом этапе вот этот мой знакомый учитель, он начал, ну можно даже сказать, он и есть мой учитель на определённом этапе, я до сих пор с большим уважением к нему отношусь. И на определённом этапе он понял, ну вот что тогда давать европейцам, чтобы они хоть что-то могли делать. И он обратил внимание на Оша. Был такой товарищ, который продвигал любовь, чувства, ну в общем то, что нравилось его посетителям. То есть он давал то, что его приезжие были способны получить не более того. И тогда мой знакомый начал продвигать эту теорию с любовью. Сердечность, божественная любовь, божественная мать, и всё так замечательно. Вот всё на анахата чакре. Как же это понравилось! Это был триумф! Так же, как это люди, особенно девушки молодые, как они хорошо к этой сердечности, и медитация на любви, и всё так замечательно. Но на определённом этапе, примерно через 15 лет, после того, как эту любовь вселенскую и божественную начали внедрять, начали проявляться побочные эффекты и у него самого, и у его последователей. Можно я не буду говорить про эти побочные эффекты, потому что, ну, некорректно это говорить. Потому что, возможно, этот учитель, потому что кто-то понял, наверное, о ком я говорю, и, возможно, ну это просто их оттолкнёт от него, а я бы не хотел, чтобы из моих слов кто-то отвернулся от того, кто им на определённом этапе может помочь. Поэтому, ещё раз повторюсь, эффекты были очень негативные и чувственные эффекты, такие, мягко говоря. И потом его ученики и ученицы и помоями его активно поливали, как только могли. То есть вот весь тот мразм, который можно было на учителя выплёскивать, они всё выплёскивали, потому что чувства все те же самые, только пришла обратная сторона. Если ты к человеку сначала испытываешь чувство там вселенской любви, то ожидай через некоторое время у тебя в внутреннем мире проявится то же самое чувство, только с другим знаком. Поймите, почему я это вам всё рассказываю? Потому что это большая проблема современных течений, где вот эта вот любовь или любовь к Богу. Вторую, ну, надеюсь, я вот первую часть вам рассказал про моего этого знакомого, с которым с большим уважением отношусь, и который попал под раздачу тех самых чувств, которые он давал другим. Они хотели чувства, он им дал, а потом почему-то обратная реакция пошла на него. Удивительно. Потом приведу другой пример. Есть у меня другой знакомый, который в йоге много-много десятков лет уже. Пожилой-пожилой человек. И как-то мы с ним разговаривали именно на тему чувств, желаний, страстей. И ещё раз повторю, человек, который 70 лет занимается йогой, вы можете представить, какой у него багаж знаний. И он мне искренне сказал, говорит, понимаешь, те, кто культивирует у себя любовь к Богу, когда люди притягивают к себе эти чувственные страсти, имейте в виду, что на определённом этапе эти страсти накопятся. И потом вас возьмут так нежно за нижнюю часть спины и заставят вас делать то, о чём вы даже не предполагали. Друзья, поймите меня правильно. Я ни в коем случае не хочу вас пугать или отговаривать от божественной любви и чувствах, но я вам привёл статистику. К сожалению, что да я сам знаю, что такое чувство, я знаю, что такое провести какой-то курс или семинар, и сколько потом тебе потребуется времени, чтобы самому восстановиться и не начинать делать то, что хотят делать или хотели делать или делали те, кто у тебя учился некоторое время тому назад. Я просто на себе всё это испытываю каждый год. Каждый преподавательский курс заканчивается тем, что мне месяц минимум нужно заниматься собой с теми энергиями, которые уже у меня. Это реальность. Ну, ребят, поймите, это палка о двух концах. Повторюсь вот с самого начала. На определённом этапе, чтобы абстрагироваться от трёх нижних чакр, божественная любовь, это всё очень замечательно. Но только если вы зависнете на этом уровне, не удивляйтесь, что потом к вам придут страсти, которые вас будут использовать как тузик-грелку. Вот что захотят они с вами сделать, то они и будут делать. И ничего вы не поделаете. Мне недавно один знакомый переслал… Ладно, я думаю, ответил на этот вопрос, иначе мы здесь засидимся. Ну, просто это не только в йоге. Мне просто переслали там информацию про одну конфессию религиозную, где столько жести из-за страстей, из-за чувств, где люди не могут контролировать себя и там жестят таким образом, что, как говорится, врагу не пожелаешь. А они-то всё хотели «аллилуйя во благо», так сказать. А когда страсти приходят и оседают на них немножко, вот тогда становится жесть. «Оллилуйя встали» Продолжение следует...